Я рад видеть здесь всех вас. Мы с женой хотим с вами поделиться своей жизнью. Мы женаты уже 46 лет. Мы несовершенны. Мы все еще работаем над взаимоотношениями друг с другом. И почему мы здесь сегодня? Потому что мы верим, что Бог хочет быть в наших взаимоотношениях. Но Бог не все делает. Надо что-то и нам делать. Нам нужно свою веру укреплять в наших взаимоотношениях друг с другом. И я думаю, у нас есть хорошая библейская основа. Есть великолепное, очень точное определение, что есть любовь апостола Павла. Вы слышали уже этот отрывок. Послушайте еще раз. Любовь долготерпит, милосердствует. Когда мы в браке, здесь не написано, что любовь — это чувство долготерпения. Нет, здесь написано, что любовь — это наш выбор быть милосердным. Есть разница, да? И апостол Павел так говорит нам, что у нас есть выбор. Когда мы говорим о браке, мы верим, что этот отрывок из нас — это выбор для нас. 13 глава 1 Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде. А сорадуется истине. Все покрывает. Всему верит. Всего надеется. Все переносит. Любые обстоятельства переносят любовь. И Бог верит, что это все осуществимо в браке. Любовь — это наш выбор. Вот почему мы собрались сегодня здесь. Давайте научимся, чему мы собрались. Давайте будем делать хорошие выборы. Я думаю, что здесь никто не женат. Вот я хочу спросить, кто здесь женат, и кто здесь приехал? Муж и жена вдвоем. Муж и жена. Поднимите руки. Так, здесь муж и жена, да? Рубен, подними руку. There you are. Ему сегодня этот семинар очень нужен. Потому что мы уже разговаривали с женщинами, с сестричками, вот дорогие. Все остальные здесь, кто был женат. Может быть, развелись, или, может быть, кто-то умер у вас, да? Все остальные, возможно, хотите вступить в брак. Хотите либо еще раз вступить в брак, либо первый раз вступить в брак. Может быть, вы здесь. И вы знаете, что вы никогда больше не вступите в брак. Но вы послушаете семинар, чтобы вы могли потом учить своим друзьям, которые хотят вступить в брак. Это очень хорошо. Да. Так, вот мы собрались здесь, чтобы помочь друг другу. Очень хорошо. Well, Miriam, you have a few things you want to share today. И вот у Miriam есть. And I know you're going to enjoy her chat. She does really, really well. У нее очень хорошо получается. We have four children. У нас четверо детей. They're all adults now. Они все взрослые сейчас. And six grandchildren. Шесть внуков. And we still kind of like each other. И мы любим друг друга. До сих пор. And so for those who are thinking that someday they're going to get married. Для тех, кто планирует жениться или выйти замуж, ближе к новичке. Let me share with you three or four things that really helped Miriam and I. Хочу сказать вам три или четыре пункта, что помогло больше всего нам с Miriam. And here's how I put it into words. И вот как я это расскажу. How do we keep on becoming best friends? Как же нам продолжать становиться лучшими друзьями в браке? И я могу услышать, как кто-то скажет, себе в голове скажет, That's not my best friend, that's my husband. Какой это мой лучший друг? Это мой муж. Я хочу, чтобы вы так подумали, что мы в браке становимся, мало того, продолжаем становиться лучшими друзьями. Лучшими друзьями. А что делают лучшие друзья? Первое. Лучшие друзья разговаривают. Они разговаривают. Постоянно разговаривают. А подумайте о своем лучшем друге. Подумайте не о муже или жене, а просто о подружке. С кем вы после работы можете встречаться. И вы постоянно разговариваете. А, я повесила новые шторки в дом. Так счастливо. Я вот это буду делать. Я сейчас сделаю, там шью что-то. И вот болтаете. Потом мы выходим замуж. Вы слышали о нем, кто женился? Жена сказала, почему вы вообще не разговариваете? Знаете, муж что ответил? Жена говорит, почему ты со мной не разговариваешь? Он говорит, я тебе в день бракосочетания сказал, что я тебя люблю. Если что-то изменится, я тебе скажу. Что еще говорить? Так не это не работает. Любовь, она говорит. Не знаю, как у вас в культуре. Ну, вот у нас в браке вот так это происходит. Муж приходит домой с работы. В некоторых домах жена приходит домой с работы. Как у тебя день прошел? Нормально. Что хочешь на ужин? Да, без разницы. А что будем делать вечером? Да, мне все равно ночью. Это не общение, это не разговор. Это не так, как друзья относятся друг к другу. Я всегда говорю парам супружеским, которые приходят ко мне с проблемами в их браке. Обычно жена первая приходит. Она говорит, поговорите с моим мужем. Он со мной не разговаривает. Иногда муж тоже приходит. Не всегда. Но иногда приходит. И что мне нравится им говорить? Вот что мне нравится им говорить. Я говорю мужчине, мужу. Я хочу подумать сейчас о твоей работе. Я хочу подумать сейчас о человеке, который отвечает на телефонные звонки в твоем работе. Подумай сейчас о секретаре. Кто у вас отвечает на телефонные звонки в офисе, на твоей работе? Как ты вообще разговариваешь со своим секретарем? Утром ты говоришь ей, доброе утро, здравствуйте. Ой, простите, я опоздал сегодня. Так, какие у меня были звонки сегодня? Я вас просила отчет подготовить. Надеюсь, у вас будет хороший день. Увидимся в обед. Я говорю, секретарю, вы так общаетесь с секретарем? Она же незнакомая, да? Посторонняя, ты ее не знаешь, собственно. Но ты же говоришь, пожалуйста, спасибо. И ты стараешься к ней быть добрым. И тогда вот один муж мне сказал что-то очень интересное. Но это же не любовь. Но это же не правда. Любовь это и значит быть добрым, понимаете? Помните, мы читали, да? Хоть головой потрясите в ответ, что вы поняли. Любовь это терпение. Любовь это милосердие. Любовь не мыслит зла. Я хочу, чтобы вы сейчас все своей головой подумали, что это много значит, как мы относимся к своему любимому. Я хочу, чтобы мужья сегодня когда придут домой и сказали своей жене Прости. Я не знал. В чемодане, который ты с собой привезла в брак наш там все было, ну, нехорошее. Вот такая, ну, грубость такая. Женщина, где ты? Только ты это и знал со своей прошлой жизнью. Ты вот такой был. Ты небольшой был. Ты маленький. А я хочу тебе, чтобы... Иисус тебе хочет помочь. Стать любящим, добрым, терпеливым, вежливым. Говорить спасибо и пожалуйста. И я отправлял такие пары домой из моего офиса. И говорю, у вас домашняя работа на одну неделю. И писал им на бумаге, что делать. Первое. Жена пишет записки своему мужу. Пять пунктов, чтобы пока... Как ты хочешь... Вернее, она пишет мужу и говорит, как мне нужно выразить любовь. Пять пунктов. И это должно быть все выполнимо хотя бы, да? Все. И вот она пишет пять пунктов мужу, как нужно ее любить. И надо остановиться на пяти, потому что она и десять напишет, и больше. Мужчина. Я говорю, ты тоже пять пишешь вещей, что жена должна тебе сделать, чтобы ты понял, что она тебя любит. Или как проявить любовь к мужу. Один пункт они с трудом могут написать. Ну, один напишут. Да, это так и есть. И вот я их отправляю домой с домашним заданием. Мужчина мне говорит у двери. Я сделаю это, но это же не любовь. Потом через неделю приходит ко мне и говорит, откуда ты знал? Потому что любовь, оказывается, это дела. любовь – это разговор. Любовь – это общение. Любовь – это добро. Любовь – это сказать, слушай, я так тебя люблю, дорогая. Ты такая хорошая мама. Такой ужин вкусный. Это любовь. Это любовь. Это любовь. И я хочу вам сказать сегодня. Первое – любовь говорит. Второе – лучшие друзья разрешают конфликты до того, как они вырастают в большие конфликты. Подумайте теперь, в каком доме вы выросли. Как решались конфликты в вашем доме? Подумайте сейчас об этом. Это было громкое разрешение конфликта. Я думаю, в большинстве домов есть две крайности. Обычно. С одной стороны, значит, одни в крайность впадают очень громкие разрешения конфликтов, бросают вещи друг к другу. Они бросают эти посуды, бьют, зло бросают друг к другу. Примерно как Мириам. И она из такого дома происходила. У них так решались конфликты. Еще вторая крайность. Другая крайность. Это, как бы, это когда ты в себе все зажимаешь и молчат. Это конфликт. Но они в доме, в доме они были выразены. Обычно, если ты выросла в таком доме, жены ведут себя подобным образом в браке. Ты спрашиваешь, ну, что я не так сделаю? Она говорит, ничего. Ничего. И что она имеет в виду? Я об этом не буду с тобой говорить. Я буду игнорировать тебя. Я все это у себя спрячу. И знаете, что происходит? Если ты это в себе все туда перчишь, достаточно долго в себе это все держишь, оно потом так взорвется. Причем на всех хватит. И это очень неприятно. Мы должны научиться, как разрешать конфликты. Знаете, это помогает. просто подумайте, что вы видите, что вы видите, как на себя взгляните, когда вам было семь лет. Как решался конфликт в вашей семье у ваших родителей, в доме, где вы выросли? вы слышите, как двери хлопают сильно? Вы слышите, как люди проклинают друг друга и орут? Подумайте. и если у вас муж и жена, вернее, невеста и жених они будут вступать в брак, женщина, например, жена, она из тихого дома происходит и вот за ужином передай, пожалуйста, мне эту картошечку. Ой, она такая вкусная. Ой, спасибо большое, это так дома. И вот она в таком доме выросла. И вот она выходит замуж за парня, а у него в доме дай хлеб и ему бросают туда и все. Никаких пожалуйста, никаких спасибо. Это у него так в доме было. Это очень серьезная борьба. Там, где сильнейший выигрывает. И вы знаете, что я заметил? Когда вы говорите так, вот после нашего бракосочетания, если ты полностью посвящаешь, а ты говоришь я посвящаю полностью себя, и ты так думаешь, ой, что же я наделал? как же я теперь буду это все делать? А потом, когда ты выясняешь, что ты невеста, а потом муж тебе начинает громко орать на тебя и бросать вещи, а ты думаешь, что же теперь делать? И вот мы научились с женой. Если мы хотим как-то разрешить или уравновесить наши различия, то нам нужно научиться атаковать или направлять все свои силы на проблему, а любить человека, вместо того, чтобы атаковать человека, а любить проблему. Понимаете, да, в чем дело? И да, вместо того, чтобы нападать на человека, и можно легко понять, что ты так делаешь, потому что ты начинаешь со слова ты. Ты. Это ты эгоистка, как мама твоя. Ты. 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 Понимаете? Ты атакуешь. Ты как мама твоя. Ты. Ты. Ты эгоист. Ты. Надо научиться, научиться, как сказать, дорогая, я тебя люблю. Моя любовь, она безусловная. Я тебя буду любить независимо от того, чтобы ты не буду тебя любить все равно. А теперь давай поговорим вот об этом. В чем же проблема? Обычно маленькая проблема. Как ты думаешь, вот этот коричневый свитер подходит к этим ботинкам? Вот на такой маленькой проблеме вы получаете несогласие. И в зависимости от того, в каком доме вы выросли, если кто-то с вами не согласен, вы начинаете так реагировать. Ты меня ненавидишь. Нет, это неправда. Я тебя люблю. Давай поговорим об этой проблеме. Любите человека, но атакуйте проблему. Не надо атаковать человека и любить проблему. Так что какое-то несогласие. Когда мы только поженились, мы выяснили, что моя мама и ее мама они так разные друг от друга различаются, как день от ночи. Мы пошли в магазин вместе с ней, ну, в супермаркет. и прежде чем мы из двери вышли, у нас три было несогласия. Три спора. И основывалось оно на чем? Моя мама всегда покупает масло, а моя мама всегда маргарин. Не знаю, как у вас в культуре в русской, но услышьте меня. Научитесь, как решать эти проблемы, как уравновешивать наши разности, потому что когда вы будете ложиться в кровать день, ночь за ночью, с этим трением постоянным, нерешенным, и в зависимости от того дома, в котором вы выросли, вы будете думать, он меня ненавидит. Он меня ненавидит. Нет, ему просто масло нравится. Он не ненавидит тебя. Он просто не согласен с тобой. Но в сердце мы чувствуем неуверенность, что когда кто-то с нами не согласен, мы не уверены. Мы чувствуем, он ненавидит нас. А я хочу вам сказать, пожалуйста, общайтесь больше. И потом разрешайте этот конфликт. атакуйте проблему, но любите человека. Я почти справился с этим. Но теперь еще я вам скажу больше, что мы должны научиться делать. Если два человека не готовы вступать в брак, если есть какие-то люди, которые не готовы вступать в брак, то больше всего не готовы были это я и моя жена Мириам. В общении, в разрешении конфликтов мы мало-мало справлялись. Мы не знали, что делать. Но я хочу сказать вам, там, где мы действительно были вообще не готовы. Мы не знали разницу между мужчиной и женщиной и как они выражают отношения друг к другу или любовь. У нас не было ни малейшей идеи. И я вам скажу теперь, что мы выучили, что мы поняли. Я постараюсь быть мягким, как можно. Но что-то я вам сейчас скажу. интимная жизнь это подарок от Бога. Вы скажете, пастор, пожалуйста, нам главу и стих. Как рады, что вы спросили. Бытие 2, 25. Вы верите, что бытие это в Библии? Кто-нибудь верит в бытие в Библии? Да или нет? Что говорится там? Адам и Ева. Первый муж и жена. Они были оба ноги. Это до греха падения. До греха. Понимаете, да? Они были оба ноги. Оба ноги. И они не чувствовали никакого стыда по поводу этого. Это подарок от Бога. Голливуд фильмы эти это все у нас забрало. Они взяли и превратили это в то, что нереально ваше. Но из-за того, что дьявол это забрал у людей и в церкви церкви нужно забрать это обратно к себе. Поэтому не надо говорить, что интимная жизнь это зло. Это грех. Это не грех. Это подарок от Бога. Это подарок от Бога. А я вам вот что сейчас скажу. Это очень важно чтобы у вас была такая теология, такое учение, которое говорит, которое говорит, интимная жизнь это подарок от Бога. Может быть, вы будете одиноки всю жизнь. Но, пожалуйста, знайте этот факт, что это не грех, это не от дьявола. Это Бог дал нам для брака. Только для брака. И вы знаете, что это в нас. Это не грех. Чтобы всегда это нами руководило. Это добро. Это хорошо. Это правильно. Это подарок от Бога. Моя сестра Ей сейчас 72 года. У нее муж умер год назад где-то. 50 лет она прожила с мужем в браке. Мы ходили на похороны. Где-то 2000 километров от нас она живет. На самолете мы туда летали. Я вел похороны. Я так любил своего мужа, жены. То есть сестры. Вот несколько месяцев назад, пару месяцев назад, она мне позвонила и говорит, Брюс, я встретила человека по имени Боб. Ты 72 года. What do you mean? I met a fellow named Боб. Тебе 72 года. Как это так? Ты говоришь, ты встретила человека по имени Боб. И вот она мне говорит, подожди, Бобу 84. Она говорит, ну мы только друзья, только друзья. И вот через три недели после этого звонит мне. Мы уже не просто друзья. Мне кажется, я его люблю. И вот теперь она говорит, ну на диване вместе мы сидим только пять минут. Потому что нам всегда надо что-нибудь делать, чтобы ничего не случилось между нами. Понимаете? Ему 84. Ей 72. И знаете что? Это не зло. В контексте брака это подарок от Бога. Это подарок. Это подарок. И мы так думаем, что эта часть, эта сторона нашей жизни это что-то злое, что-то плохое. Но как христиане мы должны отказаться от этого и сказать, это не зло, это не плохо. Нужно уделять должное внимание интимной жизни в нужное время и в нужном месте. Дьявол разрушает себя. Не Бог разрушается. Бог дает нам подарок такой этой интимной жизни. Вы скажете, пастор, «Бытие 2.25», да, вы говорите? Один стих всего. Во всей Библии один стих. Я не верю тогда в это. Ты же не можешь на одном стихе всю истину развивать. У меня еще есть для вас стихи. Готовы? Готовы для этого? Это в Библии есть. Первый Коринфянам, седьмая глава. И третий стих. Готовы, да? Вы сможете вместить это? В нашей Библии написано «Муж оказывает жене должное благорасположение», подобное и жена мужу. В английском переводе «муж оказывает жене должное», значит, ты должен удовлетворять ее сексуальные потребности, равно как и муж потребности жены. Ты уверен, что это в русской Библии? Да. Это в русской точно Библии есть? Это же. Это же. Это же. И знаете, что это означает? Благорасположение. Это означает, что женатые люди, мужчины и женщины, должны иметь желания друг к другу. Это не зло. Это не плохо. Это наоборот хорошо. Апостол Павел, сам, главное, не женатый, говорит это. Пятый стих. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Невоздержанием вашим. Аллелуя. Другими словами, мы женаты 46 лет, и мы до сих пор чувствуем, чувствуем друг ко другу желание, влечение. Именно мы любим друг друга. Каждая группа, которая верующих, которая вам скажет, что есть другой путь, они неправду вам говорят. Замечали ли вы когда-нибудь, что те люди, которые любят вот так вот очень строго учить и проповедовать, строго-трого, и говорят так вот, ты смотришь там на жену своего соседа, и вот так вот он строго-строго прямо говорит. Через пять лет выясняется, что все это время, пока он так проповедовал, совершенно противоположно он делал это у себя в комнате. Я очень много людей таких встречал. Поэтому я хочу вам сказать, перед вами всеми открыто. Интимная жизнь – это не зло. Это принадлежит браку, это принадлежит одному мужчине и одной женщине на протяжении всей жизни. И даже если случается такая трагедия, как развод. Когда мы все делаем правильно, всегда есть надежда, всегда есть будущее. И поэтому я хочу вас ободрить. Пожалуйста, пожалуйста. Не позволяйте дьяволу ограбить вас и забрать у вас этот Божий дар. И вы мне скажете, пастор, случилось у меня, у меня была трагедия, случилось что-то непоправедное, когда мне было 13 лет. Я очень сильно страдал. И надо мной совершилось насилие. И у меня никогда не будет этого подарка от Бога. Это ложь от дьявола. Всегда есть надежда. Всегда есть будущее. И когда мы принимаем решение простить, не как-то затереть эту вину. Нет. Простить. Просто простить. Это означает вздохнуть так и отпустить. То, что ты сделал, не было правильным. То, что ты сделал, это не будет никогда правильным. Но не надо, чтобы ты разрушал всю мою жизнь. Иисус, потому что дает мне будущее и надежду. Аминь. И вот то, что следующее я вам скажу, долго мы пытались надеть. Она женщина, я мужчина. И когда приходит все к интимной близости нашей, я вот вырос в таком доме, где я всегда знал и был уверен, что наши родители любят нас. И я видел, что они любят друг друга. Но оно никогда не выражалось открыто. Никогда. Я был немножечко слепой насчет этого всего. И, может быть, вы больше поймете, сейчас следующее больше поймут те, которые уже в браке, люди. Четыре качества и четыре необходимости, как бы, что женщина видит в интимной жизни, что для нее важно. Я хочу сказать, как я это понял. Где-то вот я что делал. Значит, я собирал супружеские пары, десять примерно их, всех пригласил ко мне в офис, мы сидели, и я сказал им следующее, женщины, пожалуйста, назовите мне первое, что приходит к вам в голову, когда я произношу это слово. Я не говорю, какое слово, но я говорю, женщины, приготовьтесь, первое, что приходит вам в голову, когда я скажу это слово. Я говорю, готовы? Я говорю слово секс. Каждая женщина, кроме одной, среди этих десяти пар сказала любовь, ассоциация, любовь. Женщины думают вот так, это любовь. Когда ты говоришь секс, они говорят, это любовь. И вот тут я понял, когда женщина думает об интимной близости, это начинается от шеи, от шеи и идет вверх. Причем оно идет куда? В мозг. Вот почему для женщин так важно пожалуйста и спасибо. Вот почему ей важно слышать, как ты сегодня красиво выглядишь, потому что для женщины это означает любовь. То же самое мужья мне задал вопрос. Мужья, вы теперь готовьтесь. Первое, что приходит вам на ум, ассоциация со словом готовы? Секс. Один сказал только мне. Посмотрел так на меня, причем это таким вот. Пастор, что ты имеешь в виду? Секс это секс. Ты знаешь почему? Почему? Потому что мужчины не думают, что это любовь. Они думают только о физической близости. Мужчины должны научиться, думать, вернее, должны научиться понять, что женщины не так думают. В 46 лет мы пытаемся, это для меня, я вот так и учусь все еще, как любить Мириам так, как она нуждается в этом. И как любить Мириам так, не так, как я хочу, но как она нуждается. я должен любить ее от шеи и выше мозгами. Мириам, ты сегодня красиво выглядишь. Любить ее так, как она понимает любовь. Но женщины отличаются от мужчин. Это так есть. И если мы думаем, мы же мужчины, мы такие, мачо, это же, чтобы меня удовлетворить. Если это мне хорошо, то и ей хорошо. Не, это глупо вообще. Это глупо. Почему мы так делаем, как мужчины? Почему мы обижаем женщину, которую мы любим? Но это же любовь, это же я, это же я люблю ее. Проблема самая большая в жизни. Когда мы любим своего ближнего, муж или жену, мы должны любить вот так, как она нуждается в любви, а не так, как я хочу ее любить. И мы вот на этом пути сейчас все равно до сих пор как же учиться нам. Мириам учится, как надо любить меня в физической стороне любви. И вот новости у меня для вас есть. 46 лет мы женаты. И с каждым днем это лучше и лучше. Не меньше, лучше, лучше, лучше. Потому что мы хотим учиться, мы хотим понять, как мне любить моего партнера лучше, так Бог нуждается в этом. Понимаете? Почему это работает? Да потому что Бог так задумал. Будьте долготерпеливыми, будьте милосердными, не мыслите злого, то есть не быть злопамятным. Поговорите лучше об этом. Позаботьтесь друг о друге. Халлилуйя. Халлилуйя. What do you think? I could go a little more, but I think I'm done. Oh, you're fine. No, I'm good. I think I've said enough. Говорит, думай, I want you all to hear my heart. Просто я хочу, чтобы вы поняли мое сердце. Please don't give to the devil the beautiful gift from God. Let me add this one thing. Let me add this one thing. My children tell me that pornography is no longer just a man's problem. Because of the internet women have been introduced to pornography in big numbers. Which totally amazes me because I'm 65 years old and I just don't understand that. I just don't understand that. But I want to say to the men that are here. But I want to say to the men that are here. I want to encourage you. If you are a believer in Jesus Christ, if you are a believer in Jesus Christ, take authority in the name of Jesus, take authority in the name of Jesus. Христа, возьмите власть над сатаной, который хочет, помните это, Бытие 2.25? Они были ноги и не имели стыда, помните? Порнография это все стыдное, все стыдно. Это все, что стыдно. Стыдобав. Я хочу вам сказать, если вы женатый человек, или вы одинокий мужчина, или девушка, или в браке, дьявол пытается атаковать вас и заменить искусственно то, что Бог вам говорил. Порнография это искусственно, это не истина, это ложь, это обман. Вы скажите так, дьявол, у Бога есть лучшее для меня. У Бога есть лучшее. Я не хочу ничего общего с этим иметь. Большинство мужчин борются с тем, что они зависимы от прорнографии. Я не говорю, что у каждого мужчины привычное, и они не могут себя контролировать. Нет, но большинство мужчин визуально атакованы. Нет, они визуально им, женщины, привлекательны. Они визуально. И если мы если бы мы были не таковыми, мы не были бы людьми, потому что Бог создал нас таковыми. Мне, когда было 40 лет, до того, как я Рик и Шерон встретил, это было еще в другой церкви, где я был. У меня были проблемы с сердцем, больное сердце было. Серьезные проблемы. И я чувствовал тревогу и я чувствовал неуверенность, что будет с моей работой. Что будет с мужской стороны. О том, что вообще смогу ли я как мужчина жить дальше. Я же старею. Будет ли моя жена и все еще хотеть меня. Вдруг я инвалидом стану. И вот в моей голове начались такие мысли. И я шесть месяцев боролся с этим. И что я сделал самой умной, наверное, в своей жизни. Я пошел к Мириам и сказал. До этого я никогда не боролся с этим, но сейчас вот так получилось. Она подумала о том, что я ей сказал. И она стояла там в магазине, где христианские книги продавались. Там стояла книга, Харт написал ее. И он преподает в четырех теологических семинарах в Калифорнии. Название было «Мужская сексуальность». Название книги. Он сделал обзор сотни пасторов церквей. И она такая пролистала страницы. Что-то почитала там. Купила книгу. Принесла мне домой. Сказала, «Помнишь, ты мне говорил, что ты борешься с мыслями в твоей голове? И ты чувствуешь из-за этого себя стыдно и полон вины?» А, может быть, ты не одинок. Может быть, и другие с этим же используются. И вот она мне протягивает эту книгу. «Когда моя подруга жизни сказала мне, «Я с тобой». Я поняла. Вот книга тебе поможет. Давай вместе к следующей главе будем. Я так рад слушать. Я так рад. Я так рад, что мы не сдались дьяволу. И я хочу вас ободрить тоже. Это подарок от Бога. В браке, в браке, когда вы для мужчины и для женщины, это не стыдно, это хорошо. И если кто-то вас смущает и стыдит вас, почему-то, скажите ему, «Все, хватит». Это для брака, это для нас, это для мужа и жены. Я буду делать то, что нужно делать. И это то, что от Бога подарок. Мне не стыдно. И я хочу помолиться за вас. Господи, есть в этой комнате кто-то? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok